13 годов тому на территории Гомельского инженерного института МНС был узведен этот мемориал. Як данина повагив и ротовальникам, загинавшим подчас ликвидации пожара на Чорнобыльской атомной электростанции. 30-ю годовину катастрофы курсанты института, представники улады и ликвидаторы сустрели именно тут, чтобы скласти до мемориала к ветке и ушиновать память о загинавших хвилины маучанья. Вот сама авария произошла мгновенно. Тушили ее там несколько дней, потом начали конкретно работы на аварии, но мы здесь, в Гомельской области, значит, для нас сами последствия, они не только вот эти дни, они продолжались многие годы после того и сейчас. Это для меня в первую очередь день памяти тех коллег пожарных, которые именно в первые минуты, в первые часы после этой трагедии, значит, бросились на тушение и, конечно, своими жизнями они предотвратили более сильное распространение вот этой невидимой смерти радиации. Усягу неколькиден тому отбылось и размеркование выпускников института. При этом из 80 молодых специалистов шесть человек для дальнейших опроходжения службы накерованы у островец, одни по накерунку наглядно-профилактичной деянности, инши по службово-боевой. У научальный процесс института закладены учебно-методичные веды, які дозволяють выхавать молодое поколение воротовальников так, как яны были не просто готовы до любой надзвучайной ситуации, али измогли продухи литяги. Деля гэтага тут налажено тесное супрацомнество с институтами радиологии и радиобиологии. Мы даем не только знания основы безопасности жизнедеятельности, специфические знания необходимые для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы готовим офицеров-спасателей. И наша основная задача, чтобы наши офицеры-спасатели соответствовали тем критериям, той квалификационной характеристики, которую закладывает наше министерство. А это воспитание морально-деловых качеств, присущих только офицеру-спасателю. Памятные мероприемства после митинга протягнулись в храме святого архистротыга Михаила. Эта церква была перевезена в Гомель с выселенной вёски Добрыжского района и установлена в парку фестивальный. Миновата тут, в день 30-й годовины Чернобыльской авары, епископ Гомельский Жлобинский Стяфан провёл жалобную панихиду об загинувших подчас катастрофы. Сегодня хочется пожелать крепкого здоровья всем тем людям, которые стояли и стоят на защите нашего Отечества, нашего народа от этой Чернобыльской катастрофы. Низко поклониться всем тем, кто принимал и принимает участие, и молить Бога о упокоении тех, кто отошёл в жизнь вечную в связи с этой Чернобыльской катастрофой.